Всем привет! Решили сегодня на выходных поехать на выставку динозавров, которая приехала в Киев и будет здесь до 5 ноября. Вроде как классная должна быть выставка, динозавров должно быть много и, насколько я понимаю, они должны быть в полный рост. Сейчас мы уже приехали на ВДНХ и будем сейчас заходить на выставку и смотреть на наших любимых динозавров. Живые динозавры, полный рост. Вокруг красивая осень. Очень красиво в парке ВДНХ. Входные билеты. Двое взрослых и один ребенок. Входной билет стоит 400 гривен. Это в 15 долларов. Судя по всему, выставка не очень большая. Первый, кого мы видим, это Алозавр. Алозавр уже немножко треснул на морде. Так работает на износ. Ирритатор, который относится к семейству спинозавров. Почему-то карнотавр молчит и не издает никаких звуков. Келозавр. Добродушный травоядный ящер. Который хорошо вооружен шипами и бронью. Еще один представитель семейства травоядных. Это стегозавр. На спине которого огромные пластины. И хвост с наконечниками. Самый знаменитый хищник времен юрского периода. Тираннозавр. Рекс. Не очень большой птеродактиль. И красавец Диплодок. Конечно, он не в натуральную величину. Но все равно видно, что он очень большой. Большие мощные ноги. А здесь показывают, как на Игуанодона напал велоцираптор. Еще один хищник. Знаменитый. С фильма парк юрского периода. Они были относительно небольшими. И работали в стаях. Дилофазавр с красным гребнем. Трицератопс. Который был королем травоядных. Такой, как тирекс среди хищников. Динозавр Тирекс в полную свою величину. Можно видеть, насколько он больше остальных динозавров, представленных здесь. Еще один вид травоядного динозавра, который мне очень нравится. Это паразаурулов. На голове им этот гребень служил в качестве рога, подув в которых они привлекали самок. Некоторые люди читают это название в первый раз. А мы с ними очень хорошо знакомы. А это пахицефалозавр. Характерен тем, что у него на голове такое образование, как яйцо. Ученые много думали, для чего им нужно это образование. Было предположение, что самцы, когда дерутся между собой, сталкиваются лбами. Но потом анализ показал, что это абсолютно полая полость. И эта кость не такая крепкая. Динозавры уже не выдержали натиска детей. И просто порвались. И вот он как грустно висит. Он уже устал от этого всего. И ждет 5 ноября, когда выставка закончится. Непропорциональный скелет динозавра. Половины костей не хватает. Но... Хотя бы, чтобы люди имели представление, как выглядят ископаемые животные. Когда нет денег зайти на выставку, но очень хочется посмотреть всех динозавров. Наши люди не теряются нигде. И рука с телефоном за забором рулит. Бесплатно. Вся выставка занимает минут 30, чтобы посмотреть. И еще минут 15-20, чтобы дети поиграли. Возле динозавров большое количество людей. Те люди, которые не могут зайти на выставку, они смотрят возле входа на динозавров. Или высовывают руки за забор и детей, чтобы те могли посмотреть, что творится. В целом занять ребенка на 45-50 минут можно. Но, как для украинских цен, нам кажется, немножко дороговато. Довольно она небольшая. Поэтому для одного раза стоит посмотреть. Особенно, если ребенку нравятся динозавры.